В период пандемии, к сожалению, широкое применение получили аппараты искусственной вентиляции легких ИВЛ. Увы, их потребность возросла. Между тем, не все понимают, что эти аппараты бывают различными по типу, соответственно, и стоить могут по-разному. В нашем следующем материале о том, как одна некорректная публикация может перевернуть все с ног на голову. Отечественное информагентство опубликовало информацию, что Павлодатская горбольница номер один хочет приобрести три аппарата ИВЛ за 78 миллионов тенге. В сообщении тут же приводили пример, мол, станция скорой медицинской помощи Семея провела конкурс на покупку 25 аппаратов ИВЛ за 15,5 миллионов, то есть по 620 тысяч тенге каждый. А Управление здравоохранения Акмольницкой области приобрело 60 аппаратов ИВЛ на 37 миллионов 200 тысяч тенге, то есть тоже по 620 тысяч тенге за один аппарат. Но корректна ли такая информация? В ней же не уточняется, какие именно аппараты приобретались. Все познается в сравнении. Есть стационарные аппараты ИВЛ, те, которые мы приобретаем себе. Есть аппараты ИВЛ, предназначенные для транспортировки, то есть в случаях чрезвычайных ситуаций, для скорой помощи. Применяют портативные аппараты ИВЛ, время работы и возможности которых рассчитаны буквально там от 10 минут до полчаса. В лучших случаях, если это ребенок, маленький ребенок, до 50 минут. По словам Нурлана Жумажанова, стационарные аппараты ИВЛ стоят от 20 до 40 миллионов тенге. У стационарных есть важное преимущество – возможность принудительной вентиляции легких. Он дышит за человека. Облегчается работа докторов по еще одной причине. В нем стоит так называемый капнограф. Капнограф, то есть это такое устройство, которое определяет состав выдыхаемого воздуха пациентам и может определить, достаточно ли кислорода подается человеку. Если этого воздуха, кислорода недостаточно, он начинает пищать, сигнализирует, врач регулирует и концентрацию, не концентрацию даже, а долю, дозу кислорода увеличивает до необходимой пациенту. Стационарный аппарат ИВЛ при должном уходе способен работать месяцами. Примером служит инсультный центр при первой горбольнице, говорит главврач. От такого устройства пациенты с КВИ могут дышать через маски. Ограничиться ли тремя такими аппаратами? Ситуация сейчас, конечно, очень сложная, но по достаточности, наверное, никто в этом мире не может сейчас прогнозировать, как она будет развиваться. Возможно, их будет достаточно, трех аппаратов. Возможно, что нам придется еще закупать. К слову, деньги на приобретение стационарных аппаратов ИВЛ выделены из областного бюджета. Не будут забыты и портативные устройства. По словам Нурлана Жумажанова, на сегодня в первой горбольнице 10 аппаратов ИВЛ и все заняты. Три дополнительных устройства явно не помешают. Мурат Велмажит и это Сахпарат.